Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу «Беременна в 16». Вы лайкаете, комментируете, подписываетесь, я это все вижу. И как я обещал, я выпускаю новые и новые выпуски «Беременна в 16». Не останавливайтесь, также продолжайте, мне приятно, а я, в общем-то, выполняю ваши желания. Ребят, новый выпуск «Беременна в 16». Поехали! Привет, я Вика Бойкова, и мне 16 лет. Я из города Пскова, это красивый древний город, но я терпеть его не могу. Да и меня тут не особо любят. Какая-то Вика пацанка. Особенно в школе. Пошла нахер! Ты отвали! Не поиграешь, что ли? Ты что, не ладно? Ты это злая, что ли? Дебил, ебил! Драки у меня в школе очень часто, в основном с мальчишками, достают меня. Че ты ходишь как пацан? Че ведешь себя как пацан? Тебе какое дело? Вали к мамочке. Я... Типа какая-то, короче, у нас тут жесткая девка, которая... Какая-то школа непонятно, че на нее пацан наезжает. Слегка дерзкая. Слегка дерзкая? Будет кричать, ругаться. Я отвечу еще хуже, чем сказал мне этот человек. Моих родителей лишили родительских прав, когда мне было всего 7 месяцев. Шо, родители бухари? Поэтому до 14 лет меня воспитывала бабушка. Это родители ее, да? Реально пили. Там вообще по жестку. Ну, как бы как просто тупо алкоголики какие-то. Но родители есть родители, я все равно с ними общаюсь. Это родители, это мама и папа. Может, хватит уже бухать? Мы тут сами разберемся. Ну, знаете, ребят, я скажу так. Когда вот видишь вот таких вот родителей, ты даже и ребенка немного начинаешь понимать, почему она такая жестокая, почему у нее все хреново и так далее. А вот как с такими родителями? Представьте, ребенка было 7 месяцев. Так, стоп. Она в интернате находит? То интернат был или то школа? Я воспитала бабушку. Но бабушку я никогда особо и не слушала и делала все, что хотела. А вот и бабушка. Когда мне было 10 лет, я начала курить. А когда мне уже стопнуло 11, то уже и бухала, гуляла. В 11 лет бухать! Бывала бабушка, у нее было абсолютно пофиг. Короче, у нас, я думаю, тут выпуск будет очень жесткий. Бабушка придала, меня ждала в интернат. Интернат. Она с маленьких лет очень плохо делала себе. Я не смогла с ней выправиться. Наверное, бабушка думала, что я поменяюсь. Но я такая, какая есть. Ты сейчас вылетишь отсюда. Я не хочу учиться вообще. Вика! Ну я или дралась, или ругалась с воспитателями, или я выбивала стекла. Вернись на урок! Короче, очень жесткая девка. Вика! Офигеть просто. Просто я не люблю, когда мне указывают. За два года я поменяла три школы в интернат. И ничего хорошего мне не светило. Если бы не появился он. Это очень дерзкая девка. Её-ё-ё-ё. Хера! Эй, суда! Нет, вот этого не надо, зай. Всё, у тебя плохое настроение? Какое настроение? Он это Арсен. Первый нормальный парень в моей жизни. Ему 18. Работает на стройке. Заботливый и добрый. Чё ты стесняешься? Такая бутылку пива в голову. Я до сих пор в шоке, как он обратил на меня внимание. Потому что курит, пьёт. Мы познакомились в социальных сетях полгода назад. Арсен первый мне там написал. Посмотрел фотки её на это. Оценим пару фоток. Мне её понравились глаза. Переписывались целых три месяца. Может, в целых три месяца. Сейчас. Похрен. Т-9 изменит всё. Но дальше переписки дело чё-то не шло. А потом меня сильно избили в интернате. Я упала. У меня кровь прошла с носа. Синяк потом есть такой огромный остался. Я вообще, ну, на всё забила, как бы. Ну, сбежала. Мне плевать, что меня будут искать. Не могу больше. Села в автобус и поехала к Арсену. А до Порхова сколько? 225 рублей. Я знала, что Арсен живёт в Порхве. Я познала его город. Но Андреса я не знала. То есть поехала в город, не зная куда. Ну, как пацанка ходит. Скажите, где Арсен Байкок живёт? Не знаю, где. Пару часов поисков. И я узнала, где живёт Арсен. Сюда зверьёшь? Второй дом. Местные чики. А чё она уже была, как будто она плакала. Тарасно. Как-то всё-таки первый раз в Арсеновой семье как-то. Но честно, я просто обалдела, когда вместо Арсена... Здравствуйте. Здравствуйте. Дверь мне открыла какая-то цыганка. Я предупредил, конечно, что в семье будут цыгане, но я не знал, что у него сама мама цыганка. Как мама цыганка? Пугала, что это цыганка. Меня затрясло всю вообще. Ну, думаю, этой женщины на вид приличной. А чё он не похож на цыгана? И выбора у меня не было. Назад не хотелось. Реально, он тоже пацан цыган какой-то. Сначала нам не понравилось, что она такая нормальная, тихая девочка. Рада, да, цыганское имя. От всего она отказывалась. Даже чай не хотела пить. Арсена дома не было, но был его младший брат Артур. Знаете, тут как бы цыганская кровь, она смешанная. Вот по этому пацану тоже нельзя сказать, что он чистый цыганин. То есть как будто цыган смешанный со славянином. Стало совсем не по себе. Я просто очень сильно стесняться начинаю. То есть папа, получается, может быть, славянской внешности? Ты очень-то не переживай так. Когда я с ней начала общаться, она мне понравилась. Она показалась мне доброй. Спокойной такой. Ты не переживай. Телефон можешь положить на стол. Что со мной случилось в интернате. Она пожалела меня и предложила подождать Арсена. К его приходу я уже расслабилась. Мне понравилась его семья. Ну, не похож он на цыгана, согласитесь. Но только не отчим. Здрасте. Отчим. Ну, вот познакомься, это Вика. Ну, расскажи я себе, Вика, кто ты такая? Как ты в себя попала? Как познакомились? Чего ты вообще занимаешься? Да я ему все рассказала потом. А что он такой дерзкий? Я с интерната сбежала. Сбежала к Арсену. Хватится сейчас. Ну, что там не хватит? Башкой своей соображаешь, нет? А ты куда смутаешь? Как она будет добираться? Обратно. Она вообще у меня остается. Кто так решил-то? Почему я в последнюю очередь узнаю это? Ну, Саша привык к тому, что с ним делятся, что происходит. А здесь мы вообще ему ничего не сказали. Поэтому он и был и удивлен, и зол на всех. Какой-то жесткий отчим у них такой, знаете, типа, голова семьи, Вась, я что-то не понял. Куда смотришь вообще? Ну, как-то поспокойнее это решить-то. Чего поспокойнее? Ну, он еще ребенок, куда она пойдет? А какой-то знаешь, что она такая? Мне такие карусели не нужны, понимаешь? Со своими проблемами еще приехала сюда. Да не будет никаких проблем. Кто их будет решать? Она ночует сегодня все. Еще раз говорю. Там ее, если хватится, у меня будут проблемы. Он мне читал мораль про нее. То, что закончится, это плохо. Она несовершеннолетняя. Ну, я его успокаивала, что все будет хорошо. Ну, девчоночка, нормально, ну что, некуда. Ты какого хрена? Добрая ты душа, понимаешь? Давай всех будем теперь. А бездомных пускай отсюда. Короче, Арсен. Бездомных. Если пускай остаются. Ну, а ты что сишь, молчишь? Ну, я вот тебя спрошу. Сейчас она ставит еще морду набьет. Смотрите. Если он еще раз будет у меня орать, сейчас я покажу ему смахарактер. Я же сейчас ставит морду ему набьет. Устала с Арсеном не только в тот вечер, но и в следующий, и в следующий. В интернат не возвращалась. Из-за этого постоянно ссорились с отчимом Арсена. И, короче, я потом стала беременна, да? Я не хочу, чтобы ты с ним жила, потому что ты интернатовская. Неизвестно, что от тебя ожидать можно. Так прошло два месяца в постоянных скандалах. Дядя Саша придирал мне по любому поводу. Не устала посуду мыть? Тебе, не устала сидеть? Нет. Я буду выносить? Ты задрала, честное слово. Что ты будешь что-нибудь в доме делать, а? Хозяйка с нее никакая. В доме не помогала ничем. Не готовить, не убирать. Хватит меня пилить. Почему я должна выносить мозг? Почему я должна убираться? Не, ну тут уже, конечно, извините, ребята. Ну ты, девка, немного офонарела. Ты живешь в чужой семье уже два месяца. И тебе впадло помочь? Почему я должна это вынести? Я что-то прислую. Я вообще, Вася, живу по понятиям. Это не моя забота. Иж Дивен приехал сюда. Короче, она убирается туда, откуда приперлась. Обратно в приют. Все, я сказал. Пускай собирать вещи. Почему я должна помогать? Я в шоке. Ну я не испугалась. Никуда вы уже от меня не денетесь. Ведь я беременна. Да, я манал все такую бы жену. Если честно, я хотела забеременеть от Арсена. А я не хотела возвращаться в интернат. Еще и беременна специально. И поэтому я сделаю все возможное, чтобы остаться у Арсена. Офигеть. То есть для того, чтобы было где жить, она специально забеременела от него. У меня нет слов. Что все так быстро получится. Всего два месяца прошло, у меня уже задержка. Тест показал две полоски. Сказать Арсену я побоялась. Я отправила фото теста его маме. Маме отправила. Поговорим дома. Я не отправила Арсену сразу тест. А потому что думала, что он меня бросит. Очкует, что жить нигде будет. Меня очень сильно удивило. Что, ты хочешь моего сына женить на себе? Я думаю, бля. Поняла все. Показала, что она врет. Чтобы мой муж успокоился. Короче, очень такая гнилая девка. Чтобы с Арсеном быть, а не уезжать сюда в училище. И я хотела невестку себе, цыганку. Он сам выбрал меня. Я его не выбирала. Арсен знает об этом? Нет. Я боюсь ему еще говорить. Как-то все не слава богу у вас. Как-то все не слава богу. Я видела, что слова тети Рады очень. И ждала Арсена с работы, чтобы поговорить с ним. Я в шоке. Я задала вопрос. То есть, я тебе вообще не нравлюсь. Она такая, нет. Я хочу, чтобы мой сын женился на цыганке. Вот и все. Я не хочу. Я скажу, чтобы она даже разговаривала теперь. Какой-то вообще не сешь. Потому что мне обидно. Ну, а что я сделаю теперь? Или ты оставишься у меня, пожалуйста, из сапогов? Че, блядь? Че такой женский характер? Боже. Я не хочу даже снять. Я понимаю, что родители у тебя алкашей, да? Ну, есть очень много там девушек, парней, у которых родители, мягко говоря, далеко не самое лучшее. Но они остаются людьми. Они как-то меняют свою жизнь. Тут прям вообще полный звездец. Слушай, ты сам поменец, это наконец-то. Такая дерзкая. Он все равно за свое. Это бабские дела. Мне поваровал. У нас голову не дружит. У мальчика, который под каблуком у своей мамы. Нет, даже не так. Вот маменькин сынок. Прям злой. Специально сделал так, чтобы забеременеть. Вот я и сказала, из психов. Хотел что-то сказать. Я... Я беременна. Ой, ***, как у меня все нервы. А я что, думаешь, что это за камера стоит? Думаю, бля, а ты беременна. Я думал, это снимают какую-то программу, не знаю. Думал, телеканал приехал. Снять, как живут цыгане. Я в шоке. Я вообще в шок, мне вообще... Я, бля, в пот, все. Думал, что делать? Прыгать в окно. Мне надо вообще подумать. А что думать? Надо подумать. Да, я услышал, это... Куда убирать? Убила. Мне хотелось куда-то уйти, от всех скрыться, ни с кем не общаться и забыть про всех на свете. Молодые еще, куда вообще заводить? Есть сколько лет, несколько, еще гулять и гулять. Мне в голове вообще не укладывается, как это от меня она залетела. С пивасиком. Может, тебе аборт нужен? Брат? Гулять она будет. Я почему последнюю узнаю такие вещи? Вас посадят, вот и все. Надо слезать с шеи, понимаешь? Ну, 16 тысяч, мы погуляли. Нет, тебе нужны только деньги. Прикольное колечко у вас. А на мой здесь скучно. Он наговорил мне кучу ганностей. Все, думаю, что делать? Захнула. Короче, делай сам смесь. Дай соску-то. Слушай, мэр, у нас трудно тебе бегать. Скорую, да. Я просто свалю сейчас отсюда прям. И вообще реально, что здесь сейчас будет? С девушкой какой-то. Пишите мне отказ? Ну, вообще абсолютно пофиг. Как-то все так преподнесли прям очень жестко. Пока Арсен со своими дружками трепался на скамейке, я решила заняться делом. И пошла к врачу. Узнать типа про беременность? Ну, сейчас живота особо нет. У вас около пяти недель. Пять недель. Полтора месяца практически. А вы сколько, думаю, у вас недель? Я вообще не думаю. Ну, вы посмотрите, какой ваш малыш сейчас. Ну, он еще совсем крошечный. Корное яйцо пока. Он будет развиваться. И будет уже человечек маленький. Ну, у меня встали два вопроса. Рожать или делать аборт? Ну, ты же специально хотела родить? Я все-таки выбрала рожать. Ну, да. А что будет происходить дальше? Ты жить же хочешь не в интернате. Я уже как-то выкручу это. Вам надо будет стать на учет к гинекологу. Ко мне в 12 недель опять на прием. Нужно столько всего сделать. Решить, на что жить и воспитывать ребенка. Разобраться с Арсеном. Но темным делом я хотела стать на учет к гинекологу. А вместо этого оказалась в полиции. Чуть я не нашел логики в полиции. Почти два месяца отчим Арсена дядя Саша ничего не знал о моей беременности. Но скрывать дальше не было смысла. Я почему последний узнаю такие вещи? Это что за дела-то? Я не понял. Арсен! Вот она тебя хмутала. Я тебя поздравляю. Я ментов вызываю. Другого я от него и не ожидала. Он наговорил мне кучу ганностей и вызвал полицию для того, чтобы отправить меня в интернат. Сказать, братич. А при чем здесь менты? Более все обидно, что... Типа у нас тут посторонний человек в доме или что? Я не могу ему сказать. Ну, не защитил просто никак. Полиция вернула меня в интернат. И меня сразу вызвали к директору. Села, блядь, на стол. Подумаешь, блядь. Че, начальник? Че, умрешай? Как ты себя ведешь? А че? Так, хочу так и веду. Боже, какая дерзкая. Сыди-ка, дерзкая, матеря. У меня все, я как-то пофиг этого че бы. Я просто тупо устрою голодовку. Вас посадят, вот и все. Капец. Видимо, я слишком переборщила с директором, потому что после директора... Да нет, ты шо, ты общалась очень даже нормально. Ну и че, ты взяла, что ты переборщила. Меня резко вызвали к психологу. Психиатру тут нужно, а не к психологу. У нас был конфликт. Ну, типа, она начала спрашивать, что ты сбегаешь? Я такая, че? Я очень жестко разговаривала с директором. Ты вообще по жизни жесткая. Я не хочу жить в этом интернате, я хочу отсюда побыстрее уехать. Я ее, короче, послала, хлопнула дверью и ушла. Как вы думаете, если мы хотим что-то от другого человека получить, да? Как мы к нему должны бы отнестись? Надоедать им. Надоедать? Это такой обычный ваш способ? Да. Когда со своими вы себя так же ведете? Хуже. Видите, вы сразу готовитесь к конфликту. Вот если вы начнете кричать, угрожать, требовать, у них сильно большое желание появится вам помочь. Ну, если я с ножом... Если я с ножом буду. Она меня слушала. Ей было не все равно. Быстро все делают. Я решила рассказать ей, что беременна. Ну, и что с отцом ребенка у меня сейчас не очень. Папа, наверное, обалдел. Но обязательно поговорите. Когда мы просим помощи, поверьте, люди не столь плохие. Смотря как попросить. Ну, не надо. Не требовать помощи или не заявлять, да? Попросить о ней. И люди ее окажут. Вика, вы умница, что вы в столь юном возрасте. И несмотря на все свои страхи, вы все равно решили, что будете рожать и не будете делать аборт. При таком настрое у вас есть все возможности, на самом деле, стать хорошей мамой. После этого разговора я решила позвонить Арсену. Алло, привет, Арсен. Мы сегодня сможем увидеться? Как-то вообще женственности в ней вообще нету. Странно, но Арсен согласился. И мы встретились вечером в парке возле интерната. Блядь, сидит на лавочке она. Блядь, ненавижу таких людей, ребят, серьезно. Блядь, жопу, блядь, закинули на лавочку. Ноги, блядь, где люди сидят нормально жопой. Я, мать, на районе, блядь. Ну, я, блядь. Посмотрим. Может, что-то с этого и выйдет. Это туда же, блядь. Привет. Привет, на что подумал? Ну, что? Ну, ноги переломать, блядь, таким... Все, взвесь, все, вот это. Я решил. Боже, какая, блядь, семьяка. Я готов взять ответственность. Ага. Наверное, это прикольно, как бы, стать отцом. Прикольно, блядь. Я езжу поставлю. Это прикольно. Естественно, я сказала свое мнение. Я больше с твоей семьей находиться не хочу. А где-то собираешься жить. В интернате будем жить, да? Меня это бесит. Я хочу ехать. И в итоге он мне сказал... Мы не будем жить у родителей. А где вы будете жить? Потому что, как бы, у них своя семья. В чем будем там находиться? Вот я решил, что, может, поедем в Питер? Я скажу... Хер на себе! Вы дети миллионеров или что? В Питер мы поедем! А жить будем на вокзале или как? Ну, вот что хочу туда, да. Но... Я просто представить не могу, как это может быть. Потому что... Меня волнуют деньги. Потому что... Меня волнуют деньги. Есть квартира у брата в Питере. Там же сейчас вообще никто не живет. Он редко вообще там находится. На данный момент. Как-то он служит. По контракту. Он в военной части. Я ему написал как-то в контакте. Нужда мне работа. Я говорю, брата. Он говорит, что, есть здесь работа? Ну, там охранником, короче. Надо на базу. У него там знакомые есть. Как бы устроить сразу там. Все легально. Все легально. Не как сейчас наркоту торгуем. Там все четко. Мы пока вернули жить к родителям Арсена. Отчим его мне ничего не сказал. Видимо, мама рада вкравила ему мозги. Хотим ехать в Питер, короче. Переехать. Я, конечно, была удивлена этим всем. Что они там, что там они будут делать. Сами еще дети. Еще ребенок будет. Питер большой. У Арсена нет профессии. Не у Вики. Я понимаю, что уровень жизни другой. Поэтому нужно хорошую работу с нормальной зарплатой. Ну, там родительник мне предложил там работу. Так а ей надо же это учиться. Зачем? Родить ребенок там. Я думаю, не до учебы будет уже. Ну, так еще не родился, Вик. А ну, подумай, ты ничего не хочешь делать. Это, конечно, учиться. Вика, надо слизать с шеи, понимаешь? Мне вообще пофиг, что говорит его отчим. Ладно, я там никто ему. Ладно, это можно понять. Все-таки он мог Арсена бы поддержать. Ну, то есть у нас вариант, чтобы с вашей шеей вообще слезть. Я не знаю, вот здесь-то ничего это. А там Питер большой же. Во всяком случае, хоть под каким-то присмотром. А, тут сначала в Алис хаты, а тут уже под каким-то присмотром. Лучше быть здесь. Здесь, да. Хоть родители Арсена в нас не верят, я думаю, в Питере у нас все получится. Но поеду я туда только в качестве законной жены Арсена. Иначе не согласна. Законной жены. Бля, запросы у нее. А за какие бабки это все делать? Мы со целым хотели накопить денег на свадьбу и переезд. Но вместо этого его уволили со стройки. Поработал. Что такое? Заметили, как кирпичи воровал или что? Начальником поругался. Потому что он сказал, денег вообще никаких не будет в следующем месяце. А что, я буду работать бесплатно? Ну, это якобы его версия. А что, я буду работать бесплатно? Поэтому я кирпичи тырил, а он заметил. Ну, и все, уволили. Тебе, естественно, ничего не отдаст. А, типа, я тебе не нужен, тебе нужны деньги. Говорю, да, мне тебе нужны только деньги. Я прекрасно ему рассказывала, какую свадьбу я хочу. А за какие бабки свадьбу? Ладно, свадьба, мать его. А ребенка, когда он родится, коляска, все остальное, где жить? Их волнует только свадьба. Искать другую работу. Ну, здесь как бы сложно найти работу. Я вообще не понимаю. Она безответственна, она не шарит, что она говорит вообще. Ну, как я поеду в Питер незамужненную, еще и беременную. Может, попросить денег в Питер? Смотрите, денег мне на свадьбу. Да, мам, мы хотели просить деньги на свадьбу. Они деньги просят не на жить, а на свадьбу, ты понимаешь? Вот, о чем я тоже говорю. Мелочь. Ну, все-таки ради сына, может быть, они помогут на свадьбу денег? Ну, у нас тоже нет денег. Ну, блядь, не про канала. Если вы уже решили жить вместе, значит, вы должны уже стать взрослыми. Не надо ко мне бегать и просить. Если хотите свадьбу, найдете. Эти родители ничего не дали. Пойдем к моим. Может, они хоть сейчас... К моим родителям. Она сейчас пойдет к родителям-алкашам и попросит у них денег. Серьезно. Вот, бля, эта баба вообще с головой не дружит. Вот она вообще как-то от мира отдельно живет. Родители-алкаши, дайте бабок. Но самим похмелиться не ношу. Вот я где-то сейчас такой вариант вижу. Всю жизнь ничего не давать. Нету. Арсен, давай быстрей. Серьезно. Куда плетел? К викину родителям поедем. Вот, внимательно, не посмотри, чтобы знать, с кем тебе придется жить. Понял, да? Давай. Он, наверное, знает, что за родители. Посмотри. Ну, давайте, смотрим на родителей-алкашей. И как она будет просить бабки. Он даже сейчас пьяный. Смотрите. Сергей. Арсен. Ну, ты посмотри на эту заточку. Нет, но я беременна. Думает, мать. Не ожидали, конечно. Придется опять неделю пить. Не ожидали, конечно. Бабки потратили, а тут такое-то... Повод-то, а. Блядь, че ж с хаты еще-то вынести, а. И на что вы молотите? Посмотри на эту заточку, блядь. Она еще бухая. Там похмеляться еще неделю. Поводи, люди, собирайтесь. Посмотрите. Меня сейчас брат зовет в Санкт-Петербург на работу устраиваться. Ну, дай бог. Не могли бы вы нам хотят на первое время тысячу дать? Тысячу? Тысячу? Тысячу на свадьбу? Ты ж на свадьбу собирала тысячу, а у них и тысячи нету. Смотри. Вот, бля. Мы сами на заработки пособираемся уезжать. На заработки? Заработаем, поможем, чем можем. Ага. Да, да. Заработаем, поможем, чем можем. Я вижу, по квартире них ни хрена там нету. Денег нет, по свадьбе так хочется. Чтоб, как у всех, хоть раз в жизни. И тут вдруг мне позвонила бабушка. Алло. Привет, бабуль. Заеду, конечно. Сейчас буду бабушке просить бабки. И, наверное, бабушка даст. Продолжение следует. Ешь, ты пей. Вот тебя забрали в интернат. Я здесь вообще не виновата. Опека приехала, мне ничего не могла сделать. Может, бабушка и ни при чем. И не... Конечно, бабушка ни при чем. Ты в 10 лет курить начала, в 11 ты начала бухать и вести себя, как не знаю кто. И бабушка тебе отдала. Представляете, как бабушке вообще с тобой тяжело было. Ты же вообще какой-то, не знаю, отродья ада. Извините, это девушка, но это какой-то ужас, а не девушка. Не дай бог никому таких встречать, прихреститься три раза. Вы шо? Это ужас какой-то. Арсен! Как? Как ты с ней познакомился-то, а? Предавала меня вовсе. Да и какая уже разница. Я даже соскучилась по ней. И решила сообщить главную новость. А, бабуль, у меня к тебе серьезный разговор. Дай денег. Я беременна. Ну, вот так вот получилось. Да. Углажайте. Воспитывайте ребенка. Чтобы ребеночек был хороший. Слушай, мы тут хотели как бы, ну, пожениться, расписаться. А, но у нас нет денег на свадьбу. С финансами проблемы. Это тебе на все. Бабушка дала мне свою банковскую карту, на которой было 100 тысяч. Я была в шоке вообще. Бабуля, блядь. По факту бабка собиралась себе на похороны. Бабуль, извини. Как я теперь понимаю, хоровин тебе уже потом будущем некому будет. Жесть. Представьте, чтобы пенсионерке еще жить и насобирать 100 кусков. Сколько лет она вообще, десятилетия, может быть, собирала эти бабки. Ой, жопой чую, ребята. Ой, жопой чую, что эти сейчас 100 кусков куда-то пролетят. И не будет нормально ни свадьбы, ни хрена, денег не станет. И будут еще долги кри... Откуда у нее такие деньги? Я всю жизнь копила эти деньги. Всю жизнь копила эти деньги. Пожалуйста. Всю жизнь свадьбу сыграть. Хватит вам. И на все хватит. Ой, ребята, сейчас будь жопа. Просто так на дороге не валяется. Я просто в шоке. Сто тысяч. Я никогда даже в руках такие деньги не держала. Теперь смогу купить себе все, что захочу. И главное, перееду от семейки Арсена. Купить все, что захочу. Боже, это такая... Так говорят люди, которые не умеют распоряжаться деньгами. Они потом еще в такую... Еще хуже в жопу попадут, чем у них было до этого. Что? На ребенка ничего не останется. Нет, почему? На ребенка мы тоже же потратим там. Ну, смотрите сами. Мама Арсена была против. Но плевать. Они думают, вот сто кусков, татышом и миллионеры. Это подростки, ребята. Это тупые подростки. Мы решили переезд на съемную квартиру в Пскове. Съемная хата? Ну, такое, если честно. Тебе нравится вообще? Да. Мне нравится. Нравится. Когда я переезжала из Порхова, мне показалось, что я еду в рай. Реально в рай. У меня сразу мысль, блин, меня никто пилить не будет. Я буду делать, что я хочу. Как я хочу. На радостях я заплатила сразу за полгода вперед. Нахренат? Квартируем и все решили. Теперь учеба. Пока я была в бегах, меня зачислили. То есть, сто пудов. Давайте представим, что она взяла квартиру на полгода. У них было сто тысяч. Ну, сколько хата может там стоить? Ну, минимум, да? Вот, минимум. Где-то десять тысяч рублей. Я думаю, кто из России, тот согласится. То есть, как тысяч пятьдесят-шестьдесят уже ушло на хату. Это они брали сто тысяч на свадьбу, ребята. Сто кусков они брали на свадьбу. Осталось сорок. Интересно, какую же свадьбу можно сыграть на сорок тысяч? Ну, мне это сейчас вообще не по кайфу. Ну, пусть будет пятьдесят. Может, там еще дешевле квартиры. Я не знаю. Я хотела бы взять академический отпуск. По причине? Ну, я беременна. Максимальный. Пока ребенку исполнится три года. Да, давайте так. Маме Аксене эта новость не понравилась. Ну, а мне не нравится, что она часто заходит к нам в гости. Там поучиться-то мало. Можно вот эту профессию получить. И все. И идти работать. Ну, ну, я как-то не хочу учиться. И я постоянно не делала замечание о том, что надо учиться. Но она как бы делала вид, что она слушает меня. На самом деле она... Я не хочу учиться. Мои шеи пропускала это все. И работать не хочу. В чем она мне нравится больше всего? В том, что она меня начинает учить. Она хочет, чтобы ее было постоянно. То есть она понимает, что она не права, но она все равно докажет, что она права. Ну, а чем ты собираетесь заниматься? Дома сидеть? Гулять. Не, ребят, это жесть. Она тупая. Простите за мои фразы такие, но это просто ужас какой-то. Ну, а о какой учебе говорит мама Арсена? Мне сейчас нужно думать о свадьбе. Я хочу шикарную свадьбу вообще. Шикарную. Прям такую свадьбу, чтобы... На 50 тысяч рублей прям, ребят, шикарную свадьбу. На 50 тысяч рублей. На Мальдивах. Как вы шокированы были. Свадьба один раз в жизни. Пойми это, наконец. У меня свадьба... Не надо. Вот. Свадьба, может быть, не один раз в жизни. Похороны один. А вот свадьбу... Можно хоть каждый год играть. Было бы только желание. С кем и деньги. Это больше не будет, правильно? Ну, там, тусовки, там, что-нибудь такое устроить. В бар, сходить куда-нибудь. В бар на свадьбу. В бар на свадьбу. Хочу и все. Нажраться, как свинял в баре. Думаешь, что деньги-то кончатся? Нет. Ну, пока что, пока деньги есть, шикарнують можно, а потом уже там, да. Немножко притормозить и оставить. Знаете, есть такие люди. И у меня есть, как бы, такие вот люди, которых я знаю. Я живу здесь и сейчас. Меня не волнует то, что будет. У меня сейчас есть бабки, я их просру. У тебя же будут кредиты, долги. Это потом. Все будет нормально. Я хочу здесь отдохнуть. Вот я хочу, я буду. И не колышет, как у тебя будет дальше. Вот я хочу. Боже, какие безответственные люди. Как меня бомбит, ребята. Вкусную еду. Еще бери. Минус десятка. Золотые украшения. Ну, давайте считать. Тут просто была сотка, да, представим. Вот десятку, неутриверность, если это была правда, потратили на еду. Ну, тысяч пятьдесят, шестьдесят. Они потратили. Ну, я думаю, шестьдесят точно потратили. Осталось тридцать тысяч. Выбирают кольца. Еще шестнадцать тысяч рублей. Шестнадцать. Осталось что там у них? Ну, тысяч пятнадцать? Ну, пусть будет двадцать. Красивое свадебное платье. Восемь тысяч гривен. Ну. И что, вот шестнадцать. И что у них по факту осталось там? Блин, пару тысяч рублей или как? Десятка? Да, нравится. А тебе костюм не надо? Да зачем? Я говорю, нет, я не люблю эти костюмы все. Зачем костюм? Я в спортивках, Вася, приду. У меня адидасовские спортивки есть. Ты будешь в платье, а я кроссовочки, спортивочки и классная свадьба будет. Да напрягается-то все. Покупала все, что нужно. Один, долг. Мне интересно, а в чем он реально будет выходить замуж? Все, все, что не надо. Жениться, точнее. Выкупали. Мне было пофиг, сколько денег. Сколько потратила, даже не помню, честно. На свадьбу я хотела пригласить всех самых близких. Маму, папу и бабушку. Родители как раз вернулись из заработков. Я надеялась на подарок. На подарок. Маму, привет. Хотела пригласить тебя на свадьбу. Извини, Додзе, я бухаю. Маму, папа, хотела пригласить тебя на свадьбу. Ты в субботу свободен? Я бухаю. Ну все, давай. Бабу, привет. Хотела пригласить тебя на свадьбу. Постарайся, хорошо? Я болею. Я не верю, что этот день настал. И сегодня у нас с Арсеном свадьба. Бля, вот это свадьба, ребята, шикуем. Это ж платье, они как-то другое мерили. Арсен, жених, бля, в джинсах, Вася. Отдыл кофточку. И какая поддержка сзади. Мама, Рада и братан. Все, кто пришел, ребята, на свадьбу. Боже, какой праздник. Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие. Я в шоке. И бабушка дала 100 тысяч рублей на свадьбу. Бля, что это такое? С этого дня вы пойдете по жизни. Чувак, где твой костюм? Является ли ваше решение создать семью искренним, взаимным и свободным. Да. А ты что скажешь? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу вас обменяться обручальными кольцами. О, боги. Я в шоке, ребята. Объявляю вас мужем и женой. Я в шоке. Даже несмотря на то, что гостей у нас совсем немного. Совсем немного? Малая, говори прямо, у тебя из гостей вообще никого нету. Подходите, поздравляйте молодых. Я не приглашала на свадьбу отчима Арсена, дяди Сашу. Поэтому его прихода я и не ждала. Но мне так обидно, что не пришли мои родители и бабушка. Неужели им совсем наплевать на меня? Привет, бабуль. Чего тебя не было на росписях? Он в кроссах. Смотрите, просто жених сзади стоит. Кроссы, Вася, Найки. Или это Адидас в спортивках? Бля, боже мой. Точнее, тут джинсы, по-моему. Как так-то? А ты хотя бы вечером будешь? Понятно. Но ее можно понять? Она старая, пожилая человек. Блядь, но... Да, ее можно понять, да. Она вам 100 кусков дала. Как она будет себя хоронить, никто не знает. Ну, что не приехать? Я говорю, ну все-таки... А родители-то и бухают. Первая жизнь, свадьба. Один раз свадьба бывает только. Вот она вот реально... У нее что с головой? Она не понимает. Один раз в жизни свадьба бывает. Почему один раз в жизни? То есть она что, не в курсе? Типа в своем возрасте, что шениться может несколько раз? Люди могут разойтись. Это один раз в жизни. На родителей я обиделась. Сначала задумалась. Блин, ну, с родственниками, с сынами. Вообще мне не хотят отмечать. Я не хочу. Ну, потом что-то забейла. Начала забивать, забивать. И пошла бухать? Что, не в бар поехали? Погуляли мы круто. Я даже забыла о бабушке и родителях. Которым, как оказалось, я совсем не нужна. Нормально, не свадьбу гуляют. Была свадьба. Причем, Генделе. Нормальный момент из всего этого. У меня только баг. Лучшие моменты из свадьбы, это как я бухала, ребята. Боже, запомнилась прям на всю оставшуюся жизнь. Лучший момент это было, когда я бухала. Я хочу, чтобы эта свадьба вам запомнилась на всю жизнь. Вы друг друга любили. Горько. О, боже. Тупо какой-то Генделе. На 16 тысячу мы погуляли в баре только в одном. На 16. Тогда вопрос. Это уже должны быть точно бабки закончились. Я просто с такой боли в голове не могла даже встать. Но если бы я знала, на чьей руке уже через месяц окажется моя обручка, вряд ли бы так радовалась. А, ну это на кольцо они в ломбард сдадут. Нормально, значит, погуляют. Ребята, бабки у них не... Верные дни нашей семейной жизни с Арсеном были самыми крутыми. Вставай. Вставай. Мы могли спать до скольки хотели. Распим до обеда, валяемся в кровати сколько хотим. Арсен готовит мне завтрак. А работает кто? Разговаривали о всем, о чем можно. Как мы дальше будем проводить свою жизнь. То есть, что будет до рождения ребенка, что будет полосы. А бабки! А после завтрака мы идем гулять по городу. Ходим по набережной. Сидим на скамейке в парке. Я с радостью прям это говорила, что как, блин, мне вообще хорошо, что я с тобой вдвоем. И что я наконец-то ушла от твоей мамы. Мы вроде переехали, сыграли свадьбу. А мама Арсена все равно не может оставить нас в покое. Чем занимаетесь? Да, ничем. Работу не искал? Да так. Совсем ничего не нашел? Ну здесь как бы словно найти работу. Да, работы нету. Было бы только желание. Здесь надо по специальностям больше, а так... Ага. Пока у меня ничего не складывается с работой. Потому что я не хочу работать. Блин, на какие бабки не жить? Работать я не хочу. Я Арсена отговариваю. Я работать не хочу. Я Арсена отговариваю, что работать не надо. А на какие бабки мы будем жить? Ну, ты же в семье цыган. Разберешься. Зачем, если нам так хорошо проводить время вместе? Зачем нам работать? Но я даже не думала, что деньги могут так быстро закончиться. Мне казалось, их еще много. Но с математикой, как выяснилось, у меня проблемы. Одна карточка. Тысяча три, наверное, хватит? Ну, давай. Тысяча три, да, да. Там по нолям уже. Что-то странно. Странно. Нет денег. Нету денег. Один рубль, тридцать две копейки. А что это? В смысле один рубль тридцать две копейки? Я же думал, что они бесконечные там. Один рубль. Блин. Все. Деньги эти не вернешь. А так хотелось вернуть назад, это потратить и тут же назад вернуть. Может, у тебя какая-то заначка есть? Ну, там пустки, я не знаю, дома. Нет, у меня вообще ничего. Боже, какие не безответственные. Честно. Они просто так, как вода. Постоянно, потому что с тобой ходили и снимали эти деньги. Ну, вот что они считали, вот так и вышло. Что мы остались вообще на мели. Вообще сейчас без денег. Все, думаю, что делать? И что дальше? Работу сразу не найти. Работу, например, я найду сразу же денег, там никаких не дадут. Столько вообще бабок ушло вообще. Куда это все ушло? Я не знаю. Я еще раз говорю. Я не знаю. Ну, основном она ходила по магазинам. Я не любитель. Она там что-то покупала. Мы просто шиковали, шиковали так в пользу. Мы шиковались на самом деле. Тут тебе весело, да? Да, мне весело. А мне вообще не весело. Я что должна плакать из-за этих денег? Твоя вина-то была. Блин, да если бы не твои шмоты, да если бы не ты, у нас бы вообще там деньги остались. Появляются бабки сразу, все запахиваются. Надо как-то экономить. И сказать, что была какая-то такая жирная свадьба? Вообще нет. Это вообще не свадьба была, то хрен пойми, что было. Ты деньгами просто так разбрасывалась и все. Бабушки на похороны уже нету. Всего и так было. Денег нету. Вещей всяких. А то, что ты не думаешь, что это трудно вообще, достается вот эти деньги? Не думаю. Больше тебе ничего нет. У меня была только одна мысль. На что теперь жить? И надо как-то Арсена вытянуть на работу. Я его заставила прям... Сначала я не хочу, чтобы он работал. Не пофиг там, сиди ночью, сиди две ночи, сиди день, ищи работу, мне пофиг. Мне нужны деньги от тебя. Боже мой, боже. Какая ужасная баба. Арсен пытался найти работу. Я насчет работы не подхожу к чему. Бля, ребята. Ладно, все, спасибо. Мне нужны от тебя только деньги. Вам специалисты нужны? Сначала я не хочу, чтобы ты работал, а теперь иди ищи работу. Здравствуйте. Я по объявлению занят уже. Потом я начинаю просто попилить. Какого, ***, ты что там, иди ищи работу, ты меня... Вообще. Я, ну, он сел, голову опустил, как бы ему стыдно стало. Я такая, ну, пилю-пилю его, и он такой опустил голову. Там, типа, ты не переживай, ты не волнуйся, ты не нервничай, потому что ты родишь раньше времени. Типа, я, как бы, что-нибудь придумаю, я найду новую работу, и в итоге, вообще, никакого эффекта. Но у меня стал вопрос между... Ну, то есть, я и хочу с ним быть, и уже не хочу. Там, раньше я прям, блин, убивала в слезах. Ааа, блин, как же я тебя люблю. Бабки закончились, закончилась любовь. Здорово, Сань. Привет. Мама в доме, что хотел? Денег дайте. Да у меня к тебе есть разговор. Но? Денег нет. Короче, вы опять нищеброды, да? И что ты хочешь? У тебя нет никакой работы для меня. У меня вообще голяк. Не, ну, есть, конечно, у знакомых, если поговорить на рынке. Но эта работа не для тебя, извини. Для Вики, если она пойдет. Ну, не знаю, с ним поговорю. Сейчас Вику устроим на рынок. Вика, я нашел работу. Короче, я для тебя работа. Ну, там, надо на рынке вещами-то делать. Ну, ты не думаешь, да, то, что я беременна, мне может стать плохо в любом мире. Ну, конечно, я думаю. Почему сразу я не думаю об этом? Конечно, я думаю. Ну, видишь, мне не найти вообще нигде работу. Нигде не найти работу. Я искал везде. Я везде искал, нигде нету. Вообще. Делать было нечего. Нам же нужно на что-то жить. Вот я и пошла торговать. Покупаем трусики. Платьечко. Размер Excel. Реально шмотками торгует. Шорты есть какие-то? Вот. Это как секунды или что у них? Работа адская. Врагу не пожелаю. Вроде нет. 12 часов на ногах. И в жару, и под дождем. Ну, хоть какие-то деньги. Там стоять. Ну, целый день стоишь на жаре там. И хочется кушать, хочется там попить, сходить, хочется там отойти куда-то. Был момент, когда я стояла, торговала вещами. У меня очень сильно заболел живот. Вызвала скорую. Приехала две месяцы. Сказали, поехали рожать. Я такая, да не, у меня еще срок маленький. Слишком нет. Еще и родит раньше времени, да? Сказали, да нет, мы ничего не путаем. Давай, поехали. Меня привезли в больницу. Врач стала объяснять, почему мне стало плохо. У вас тонус матки напряжен. Очень большая угроза преждевременного рода. Ну, я, естественно, удивилась. Как я могу вообще родить, если я на восьмом месте? То есть ребенок еще месяц недоношенный. Ну, как, почему? У вас боли в животе. Ну, да. Ну, вот. Могу же начаться сокращение матки. Начаться пойти роды преждевременные. Желательно вам пойти в патологию беременных родов. Нет, нет, я дома посижу. Если что, сама вызову скорую. Как бы немаленькая уже. Отпишите мне отказ. Не маленькая, но немного тупенькая. Может, даже и не немного. Я бы вам посоветовала. Исключите стрессовые состояния. Физические нагрузки. Берегите себя, пожалуйста. Если начнутся сильные боли, вызывайте, пожалуйста, скорую помощь. Это могло вполне быть из-за нервов. Это стопроцентная вина Арсена. Он не сказал. Он не сказал, что он усваивается на работу. Все виноваты. Он сидит дома, нигде не работает. И, естественно, им это бесит. На восьмом месяце беременности я ушла с работы. Пришли сдавать кольца. Денег не было. И нам пришлось сдать в ломбард самое дорогое. Так, вспомним. Купили они их за 16 тысяч. Нужно не сдать в ломбард. Ну, я же зарабатываю бабки. И такой, давайте с монитором от телека иду в ломбард. Видишь, заработал. На следующей неделе еще телефон сдам. Еще 2000 заработаю. Прикольное колечко у вас, конечно. А это еще такая, типа, ПДД. Супер. Сколько она за них даст? Два грамма. Две с половиной могу дать. Две с половиной... Две с половиной тысячи рублей за два кольца. За одно кольцо 400 гривен. Серьезно? Две с половиной на 60 дней. Да, не такой я представляла себе семейную жизнь. Это легче же было в ломбард сдать именно на вес. А не в залог. Схватки у меня начались вечером. Ну, я сначала мучилась очень. Ходила туда-сюда. Ну, лягу, полежу. И такая боль. Я говорю, скорую давай. Нет. Я сказала, нет, я в больницу не поеду. Но я сначала подумала, ну, это типа ложные схватки. Два часа ночи. Ей все еще хуже и хуже. Она уже загиняется. Все, бегает туда-врат. Я говорю, ну, что делать? Ты, говорит, скорую. Взяла телефон сама. Позвонила в скорую. Я прям в трубку ору, медсестры. Девушка, я рожаю, давайте быстрей. Это просто такой невыносимый крик был, что вот прям вот схватка. И у меня так получилось, что девушка ответила во время схватки. Я прям с такой силой заорала. Так это было мучительно, так больно вообще. Мне сказали сначала, схватки более, чем броды. Ну, казалось, немножко наоборот. Схватки еще можно перетерпеть. Они там то начинаются, то восстанавливаются, то начинаются, то устанавливаются. Роды реально там тушься, там кричи, ори. Ребенку мне дадим. Ты не расстраивайся? Чувство страха. Она меня достала. Она ничего не делает. А это что за бардак? Ты муж мой! Я начинаю нервничать. Вакцин меня бросит. Веленок нет. Короче, забирать надо. Нет, я не дам тесу. Че он плачет-то? Он есть, Костя. Я мать. Как там красота? Я уже мать. Геморрой с памперсами. Ты его еще не мыла, да? Так бросать надо. А на мой, здесь скучно. С кем ты гуляешь? С девушкой с какой-то. Хочется расслабиться. Он уедет к ней, останусь одна. Ты здесь делать нечего. Ненавижу это. Или я что-нибудь сейчас ей сделаю? Санта-Барбуро. Какой-то там Санта-Барбуро реально показывают. И звонит она. Я говорю, ну че-то как там? Че-то. Я родила мальчика. У меня как бы радость. Я сразу мамке звоню. Я говорю, маму, Дем, внук. Она говорит, поздравляю. Наступил новый день. Я немного оправилась после родов. Но Арсена ко мне почему-то не пускали. Он как мелкий. Поехали. Потому что родно сохранение. Или где? Все, я прям как увидел вообще. Я думал, в море упаду. Стал папкой. Все. Алло. Алло, ну что, увидел? Да че он такой мелкий вообще такой? Че он такой мелкий? Потому что вес так. Плачет. Че он плачет-то? Я не знаю. Сейчас спрошу. Ты че плачешь? Просто, может быть, он есть хоть. Так а что, ты его не кормил, что ли? Нет, нет, я еще не кормил его. Такая радость. Я не знаю, такая энергия сразу появляется. Такая радостная такая. Позитив такой. Вообще. Четыре дня я пролежала в роддоме. Сыночка мне приносили по расписанию. Каждые три часа. А на груди не кормят или что? Молоко принесли. Чуть-чуть притронуться к нему. Когда мне принесли его кормить, я боялась реально взять его на руки. Может, ты будешь молоком кормить своим? Я не хочу наградить по этому смеси. А че наградить-то? Курил в золотых. А где зато надо курицать? А, ну вот еще курение дало тоже, что ребенок маленького веса. Плюс еще раньше родила, поэтому были преждевременные роды. А видно по нему, что он недоношенный. Он меньше. На пятый день врачи пообещали выписать нас с ребенком. Ну хрен тебе там. Но не тут-то было. На сохранение. Привет. Потому что маленький вес. Мы не сказали, ты выписываешь ребенку, мы не отдадим. Мы не можем его выписать с таким маленьким весом. Ну, то есть 2,170. Мы вам сказали, до 3 килограмма. Как я и сказал. До 3 килограмма уже. 3 килограмма – это норма. Ну, а ты как? Я что? В доме сижу целый день. Тебя жду. Завтра приеду к тебе. Главное, ты не расстраивайся. Арсен только рад, что я еще в роддоме. Он без меня вообще не встречает. Он с пацанами. А, дому здесь скучно. Да. Бухать не с кем. Ты скучно? У них такая кровать двойная прикольная. Не скучно, но мозг выносит. Раздвижное. Я за всякой фигней. Не туда пошел. А чем ты туда пошел? С кем ты гуляешь? С ней как бы не побалуясь. Угу. Очень жесткий у нее характер. Угу. А тебя напрягали звонками? Через каждые 5 минут. Он подстрекатель. Ну, я на самом деле очень ревнивый человек. Я думал, что вот однажды я приду в квартиру, в которой я сняла. И получится так, что он там с какой-то там шагой. С девушкой какой-то. Ну, было такое. Было такое? То есть он уже изменял или что? Или она говорит про то, что у него с кем-то были отношения? И он, наверное... Да. Я думаю, что не с ним было. Она говорит, что было такое. Может быть, с кем-то в интернате встречалась. А тот интернатовский с кем-то еще. Ну, короче. Что сейчас начнется тут? Работа, дом. Дом, работа. Вот это сейчас все больше всего. Крики вот эти. Уже не погуляешь там с друзьями. Не попухаешь. А на кипапки? Что, можно переконтурить пока у меня? Пока Вика в больнице. Вместе поживем. Не вопрос, конечно, останусь. Бухать в одиночке плохо. Позора нет. Ася. Все. Полишали. Через несколько дней я наконец-то сказала Арсену, что меня выписывают. Пацан, выезжай. Моя мала едет. Ну, меня выписывают. И еще одна хорошая новость. Звонил отец. Сказал, что, ну, вроде бы приедет на выписку. Отец приедет на выписку. Отец алкоголик. Ну, на выписку приехал только Арсен. Родителей и бабушки, как всегда, не было. Я не понимаю, неужели им наплевать даже на своего внука. Да. Только не уронить бы мне. Не уронить. Ой, как голод. Где голова? Как держать-то? А как хочешь, так и держи. Чуть-чуть опусти эту руку. Вот так вот, да. Просто я как взял его на руку, у меня прям руки затряслись. Маленький мой. Всем насрать на ребенка. Сразу что-то появилось у меня. Что-то там перевернулось в сердце. Что-то такое. Что-то произошло со мной. Он зарылся. И вот, я понял, что я уже отец. Взяли таксишку. Ну, я согласен, да. Не в тралике же с ребенком ехать. Глаза-то голубые. Да, голубые. Твои глаза, и все. Просто твой? Немножко, да. Глаза-то твои. Он маленький, я уже вижу. Все, все, все. Немного меньше. Голова большая. Ребенок постоянно плачет, кричит. А мы с Арсеном даже не знаем, что делать. Ну, жрать хочет. Еду. Я не представляю, как его кормить. Как приготовить смесь. Как приготовить смесь, я вообще не шарю. Там какие-то буквы на коробке написаны. Способ приготовления. Но я что, букв не знаю. Поэтому было бы хорошо, если в картинках. А, для меня дурную даже в картинках нарисовали. Взять смесь, смешать с водой или там с молоком. И все, и дать ребенку. Я не знаю, что делать. А, сделай что-то. Сколько вам? Для вас дебилы в инструкцию придумали. Целых или половинки? Целых, наверное, там, где написано половина. Да ладно это. Кормить. Они вообще не готовы были к жизни такой. Ну, даже не знаю, как это. Вообще первый раз вот это все делают. А-а-а. Так он ест. Как он ест? Мудрка, когда с маленькой. Да, видно недоношенный. Все-таки мы смогли приготовить смесь и покормить малыша. А так никто и не работает, да? Причем не очень была уверена в том, что если он заплачет, как мне на это отреагировать? Может, там колики. Может, есть хочется. Вообще не понимаю, что там. Все, все. Да и соскуда. Сейчас, да. Здесь у тебя всякое это. Когда он начинает орать, я начинаю нервничать. У меня не колотится все-таки. Ага, да. Начинаю нервничать. А что ты думал? С ребенком всегда классно будет? Да не ребенком, у меня с самого утра. Тогда они пойдут на работу. Но какие бабки и не живут. Сын позвонил своей маме, естественно. Дай денег. Или приди, помоги. Алло, привет вам. Привет. Слушай, мам. Я бы хотел, чтобы ты завтра к нам приехала. Вот я не хочу, чтобы его мама приезжала в мою квартиру. Она может меня считать невесткой. Я ее не считаю никем вообще. Что пришла помогать? У нас трудности немножко с ребенком. Всю ночь почти плакал. Я не знаю, что даже делать. Ну, не расстраивайтесь, а я дети все клачут. Да, завтра приеду и попробую... Ребенок плакал. Я в шоке. Мне почему-то было страшно. Вот как она будет с ним вообще, с этим ребенком. Как она на руки будет его брать? Как она будет кормить? Привет. Но мама Арсена приехала и, как всегда, начала выносить мне мозг. Ты его еще не мыла, да? Нет. Я боюсь. А у него там на ножках вот эта сыпь. И мне уже это неприятно. Надо помыть, потом запеленать его. Распашонку какую-то выстирать. Да и там-то вещи есть. Но они все-все-все абсолютно большие. Ну пусть большие, но не голый же лежит. Покажи, где они. А это что за бардак? Времени нет, мам, мне убираться. Мне все нормально. Как время времени нет? Все на ребенка уходят. Прям там так много убираться надо. Это все большое, это надо пока куда-нибудь сквозь. Я прям в шоке, ребят. Одна тумбочка с вещами. В чем она мне не нравится больше всего? В том, что она меня начинает учить. Как мне обращаться там с ребенком. Что мне делать в своей же квартире? Убираться, не убираться. Таких вина. Ванны нету, да? Ванны нету. Пеленок нет. А зачем? Нет. Я думаю. Такие безответственные. Ну, памперсы там сколько-то штук и все. В основном ничего нет для ребенка. Но у нас денег совершенно не было. Эти памперсы огромные. Ну да, я тоже вижу, как будто на годовалого. Мне жалко. Это не самый маленький памперс. Не рассказывайте мне сказки. Это какой-то на бабуина памперс. Это не на ребенка. Психон огромный. Либо он уже там насранный, насранный. Ребенка, просто они не умеют ухаживать за него. Где какую-то надо сразу мыть? Как он поел, надо сразу вымыть. Да я его тебе ебану. Видишь? Просто тупо, морально, блин, меня достало. Она постоянно делает вид, что она все знает. Что ей это ясно. Что она на все согласна. На самом деле, она ничего не делает. Кашу заменить. Воду чистую набрать. Это все надо. Полы тоже надо каждый день мыть. Да. У тебя вода есть, протерлада и все. Каждый день надо это все делать. Он, естественно, на ее стороне. Норсен. Мат лежит. Нормальному жреку он ответит там. Подойдет и скажет, блин, не задевай ее. У нее сейчас, блин, и так очень мало времени на отдых. Но я не могу сказать маме Арсену честным глаза, там, то, что я про нее думала. Потому что он не принесет ко мне отношения. А ты хочешь что-то в глаза сказать? Ну, она не будет приезжать. Естественно, Арсен будет срываться на меня. Ты вот сделай так, что ко мне теперь мать не приезжает. И тогда он уедет к ней. И в итоге я останусь одна. Ну, нафига мне это надо. Все, что ее волнует бабки, то, что бы осталась не одна. Короче, забирать надо домой его. Нет, я не отдам тебя. Вика улыбается только мне вот в глаза. На самом деле она выносит мозг Арсену. И не ругается, мне кажется, в скандалют. Не хочу больше слушать, как меня отчитывают, будто маленькую. Я развернулась и ушла на улицу. Арсен пошел за мной. Что ты, когда сборки на улице делаешь? Я люблю, когда меня учат. Я ненавижу это. Идейки с ними вообще-то не лезут вообще. Ты муж мой. Ты можешь бы ей сказать, мама, хватит ее учить. Она знает, Алла. Скажи, знает, а почему она это не делает? Естественно, она отвечает тем, что вы девочки, там, девушки, разбирайтесь с саммитом. Я ненавижу, когда меня учат. Я знаю, я знаю, да, сама все знаю. Я мать вообще-то уже. Я живу. Я скажу, не надо учить. 16 лет. Она скажет, ты тогда учи. Ну и что, и ты учи тогда? Да, ты-то поймешь меня. Тебя поймут? Да, да. Ты понимаешь? А с ней не хочу, категорически не хочу с ней ругаться. Потому что потом вот этих конфликтов не было. Чтобы она ко мне плохо относилась. Мне-то хоть не общайтесь. Мне-то что вообще. В дальнейшем вообще не общайтесь. Просто он постоянно слушает свою маму. Если его мама что-то ему сказала, там, пускай Вика там сделает это. Он мне говорит. И говорит, что мамка вот моя сказала, что сделай именно это. Он мог бы как-то заступиться за меня. Но он просто поступил как последняя тряпка. Ты мог бы сказать, не учи, пожалуйста. Не буду ничего говорить. Может мне с тобой начать скандалить еще? Да со мной ты-то скандалить, я просто свалю. Сейчас отсюда прям. Их не б***ь вообще реальность. Что здесь сейчас будет? Они могут. Сейчас он тут такая обосрется. Ой, свалит. Ладно, все, я молчу. Или что-нибудь сейчас я сделаю? Или я просто свалю? О! Смотрите, думает, как бля. Денег нету, я сама с ребенком. Злость, да там я накопляется. Постепенно. Я долго злюсь. Долго-долго. Ну, потом вот это терпение лопается. И все. Я прям такое, знаешь, чувство страха сразу вообще. Как я сама, да? Смотрите. Ну, я переживаю. Божика она мерзкая. Больше всего, что Арсен меня бросит. Из-за этого всего вообще. Какая она мерзкая? Я просто хочу, чтобы мой ребенок вырос в полноценной семье. Ну, то есть, чтобы была мама, там, папа. Сядь, все нормально, поговорите. Причем... Полноценная семья. Вот ваши женские разговоры. Поговори с ним. С этим мамашем, Господи. Мне это все обидно. А я, мужик, что я полежу, что я скажу? Я ему говорю, я вообще-то твоя жена. Ты должен меня выслушать и должен меня понять. Что ты предлагаешь мне делать, с ней поговорить? Да, ну, просто... Как ты, может быть, объяснила? Мам, пожалуйста, не учи ее. Вот. Ты прекрасно знаешь, что я не хочу с ней ругаться. Потому что если я ей скажу, у нас с ней будет ругань. И она обидится, психонет и уедет просто. Мне, да, мне нужна помощь, конечно, от нее. Она все-таки... Мне нужна помощь, но она мне нахер не нужна. Она знает, у нее опыт есть. Ты можешь просто вступиться в меня как-то в меня. Я все-таки мать, и ты все-таки отец. Ты должен понимать, что не стоит так, ну, прям каждый день учить. Я не буду говорить ничего ей. Вот сама скажешь ей, посидите, поговорите насчет этой темы. Я ничего не могу ей сказать. В тот вечер, мама Арсена, осталась у нас. На следующий день... А где она осталась у нас? У вас однушка. Где она с вами спала на полу? Она тоже явно никуда не собиралась. Или вытроем на этой двойной кровати, или как? Как ребенок? Ну, покушали. Теперь спать будем. Мама хотела с тобой поговорить. Вот сама знаешь, что я не люблю, когда меня учатся. О, сейчас начнем. Значит, моя помощь не надо, да? Ну, я другой раз не хочу их обижать. То есть мне неприятно на то смотреть, что они ссорятся. Но все равно я буду наставить на том, что ребенок должен в чистоте быть. У меня тоже четверо детей, и как бы я их вырастила всех. Четверо? Я не знаю, как и что делать. Поэтому даю совет ей. Просто я не люблю, когда мне по 10 раз объясняют, что мне делать. Ее убивает то, что мы ей вот это говорим, что надо Викой то, надо другое. Она с ребенком так. Надо засраться, чтобы ты ничего не говорил. Я говорю, я хочу научить ее, чтобы она в дальнейшем уже знала, как с ребенком вести себя. Когда мне нужно будет, ты же знаешь, я сама спрошу совета у тебя. Ну, хорошо, я поняла. Я не буду в вашу семью лезть, разрушать ее. Но как бабушка, я все равно буду совет давать. Может, мы с тобой как-то договоримся, что будем воспитывать малого ребенка. Как-то семьи воспитывать. Будем растить вместе. Я жду ваши бабки, называется. Да, я рада, все отлично. Деньги будут. Не переживай. Мне кажется, мы с мамой Арсеном наконец-то поняли. Какая ладно. И впервые вместе помыли малыша. Ну, смотри, сюда стельшь. Ты зачем ее учишь? Она все заяц сама. Вот этой рукой придерживаю вот здесь. Такие черные глаза. Она сила из головы, и смотри, чтобы в уши не попало. Ну, ты неправильно взял это, Вик. Боже. Аккуратней. Этот заяц. Мама мне рассказала то, что надо там для него. То, что надо купать, там, гулять с ним. Как кормить. Чтоб не прело, не затирало. Все натерто. Как там красное, все у него. Ты не допускаешь, чтобы вот это раздражение было. Ну. Хотя бы один раз в день надо купать его. Постоянно. Я поняла. Они быстрее растут. И так не будет плакать он. Они быстрее растут, если их мазью мазать. И шею немножко здесь. Как на дрожжах. Помазала мазью и плюс сантиметр. Это надо постоянно проверять, Вик. Ну, ты заметила, что ему легче стало сразу, да? Да. Он зашевелился. Ну, сколько его там в роддоме, может, протерли чем-то салфеткой, да и все. Да его вообще не протирали. Мам, спасибо тебе большое. Слушай, ну, на своих родителей я не могу рассчитывать. Ты сама знаешь это. Им как бы, ну, не интересен вообще внук, мне кажется. Ну, не расстраивайся, мы справимся. Я тебе научу, как и что делать. Я верю тебе. Работать, работа, откуда бабки? Мне, естественно, стало намного легче. Я прям, я не знаю, расцвелась. За недельку справись все. Мама Рада прожила у нас еще несколько дней. С ее помощью мы с Арсеном поняли, как ухаживать за нашим сыном. И Арсен оказался хорошим отцом. Это все? Ну, в общем-то, отца он заботливый, да. Берет его на руки, там, кормит его. Ложит, ну, как бы, себе на живот, на грудь ребенка ложит. Месяц после родов. Мы подходим к концу. Че? Мама мне так и не позвонила. Не приехала. Работу мы не нашли. И все, безумно. Потому что им пофиг. Абсолютно пофиг моя жизнь. Ну, то есть, как я живу с ребенком, там. Живу ли я в достатке. Есть ли у меня там деньги на что-то. А, есть ли у всего ребенка. Ну, да. Родаки у нее, конечно, ужасные. Ну, с другой стороны, ее лишили, когда родители вообще уже там, ей 7 месяцев было. И воспитывала бабушка. Бабушка, на самом деле, хорошая женщина. Она не противна и так далее. Она просто реально сама такой стала. Она отчасти, она сама виновата, что довела себя до такого состояния. Здесь очень много детей с детдома, с интернатой и так далее. Они вырастают нормальными, классными людьми. И я уже ни о чем не парюсь. Человек сам кудет в свою жизнь. Потому что я знаю, что от своих родственников мне нечего ожидать уже. А что, на мне ничего переживать. Я у тебя все равно есть. Я же тебя не покину. Сейчас уже, как бы, вот, ребенок, семья, все. Надо стараться, все делать. Работу искать. Брат звонил мне. Ну? Должен сейчас приехать. Мы это все обсудим с ним и, наверное, поедем в Питер. Ты это еще говорила на полгода назад. Работу вообще не найти. И там для ребенка все-таки будет лучше. Сейчас у меня на первом месте только ребенок. Ты же понимаешь, что теперь наша вся жизнь будет... Ты на первом месте только ребенок. Мы должны, как бы, сделать так, чтобы у него не была такая жизнь, как у нас. Но я хочу, чтобы у моего ребенка... Не семья у него, знаете, на первом месте муж, ребенок. А только ребенок. То есть ты уже, Арсен, нахер, как бы, не нужен. У меня нету семейных ценностей. У меня есть ребенок. Мне, как бы, надо было все. Свободен. Родители. Чтобы, ну, как бы, чтобы он нормально с нами общался. Там не так, там, тяп-ляп. Чтобы у него были деньги, работа, там. Чтобы у него как-то свою жизнь устроил. Устроил получше, чем мы с Арсеном. Как воспитаем, так все и будет. Хорошую сторону надо воспитывать. А не в плохую. Учебу, чтобы закончил. Не как мы. Я хочу трудиться и хочу работать дальше. Мне надо просто чуть-чуть постараться. Чтобы быть хорошей матерью. Ну, вот, ребята, мы и подошли к концу. Что я могу сказать? Это полный звездец. Я, мягко говоря, в шоке от такой девчонки. От этого выпуска. Вы можете сами написать в комментариях. Если вы хотите больше проекта. Беременна в 16. Вы прекрасно знаете, что нужно сделать. Обязательно поставить лайк. Вот не поленись и поставь. Мне будет очень приятно. Напиши комментарии. Я всегда их читаю. И подпишись на канал. И ты увидишь уже очень скоро новый выпуск. Беременна в 16. Все в твоих руках. С вами был Андрей Чент. Всем пока.